Наша школа одна из старейших школ в мире, и в стенах этой школы зародился балет, можно сказать. Всех самых известных мастеров, педагогов и балетмейстеров работали все, по-моему. Там созданы все основные шедевры Петипа, то есть это действительно альма-матер русского балета. Потом, конечно, наш педагогический состав тоже соответствует уровню нашего образования. Профессора – это бывшие артисты Мариинского театра, Михайловского театра, люди, имеющие огромный опыт не только педагогический, но и сценический. Очень строго обучаем, у нас очень жесткие требования и к форме, и к исполнению. У нас каждый год проходит экзамен, и, в общем, эта оценка очень важна для детей, потому что понятно, что они могут даже не перейти на следующий уровень, в следующий класс. А для всех гостей, кто к нам приезжает на стажировку или вот сейчас на этих летних курсах, нам хочется, чтобы дети, во-первых, увидели место, где все это происходит, побывали в этой школе, потому что для них тоже важно понять, насколько серьезно здесь идет подготовка и как это бывает у нас. И преподают тоже очень хорошие педагоги, которые могут даже вот за этот небольшой срок, за две недели, все-таки дать им какую-то отправную точку. Как и во всем, у нас тоже происходят какие-то изменения не в преподавании, конечно, а просто балет уходит дальше. К сожалению, требования к технике, а хотелось бы, чтобы это все-таки наряду с тем, что она меняется, но не уходило основное. И это то, о чем мы в школе всегда думаем и требуем, чтобы движение было исполнено со смыслом. Искусство – это не спорт, все-таки должно быть главное, ну, как сказал Пушкин, у нас же великий, души исполненный полет. Дети, я надеюсь, кроме того, что им нравится танцевать, они должны понять и сделать такой серьезный выбор, стоит ли им заниматься этим, ну, просто для души и удовольствия, или если они понимают, что у них достаточно данных, и внешние данные подходят, тогда, конечно, связать свою жизнь с балетом, но, опять же, это значит, нужно найти школу, потому что одно дело заниматься с частным образом, с педагогом. Хотя, если повезет, и педагог очень хороший, конечно, и один может выучить, но все-таки нужна школа, чтобы было базовое образование. Ну, не во всех школах, конечно, как у нас есть характерный танец, исторический, актерский. Вот здесь дети это все получают, поэтому они, ну, должны понять, насколько серьезно они должны готовиться, если они хотят танцевать на больших сценах. Качество у нас, понимаете, самое основное качество – это трудолюбие. Эти дети все старались, вот то, что я видела, это было, конечно, такое зрелище приятное. Все слушали очень внимательно, и все пытались исправить все замечания. Но я им только хочу пожелать вот удачи, и именно сделать правильный выбор, чтобы не потерять время.